Всем привет! Меня зовут Юля, вы на канале Цвет Юля. Пролетел уже почти месяц май, но лето у нас еще не началось. У нас только такая весна. Ну, как сказать, для кого-то ранее, для кого-то уже середина. Совсем не по летнему мы еще почти ничего не высадили. Я только вот вчера высадила петунию. Но разговор сегодня не об этом. Конечно же, интересно, откуда я реализую свою рассаду. Я, как я говорила в предыдущих своих видео, я никуда не выезжаю. Я работаю периодически. И все свои саженцы растения я продаю из дома. Но если у кого-то есть такая возможность продавать из своей теплицы общей, то у меня нет. Я не могу везти людей через весь свой огород, через все свое хозяйство в теплицу толпами, где высажены мои помидоры, мои огурцы, перцы. И там же полки с рассадами. Там же эта рассада стоит на грядках. И поэтому мы в этом году приняли решение построить специальный дом, теплицу для того, чтобы там я могла реализовывать свою рассаду. Там могли приходить люди, спокойно выбирать. И меня это как бы не смущало и не стесняло. Проект полностью придумывал мой муж. Он же его и воплощал. Нам только предстояло закупить все стройматериалы. Ну, что об этом говорить, давайте пройдем посмотрим. Получился вот такой вот домик-теплица. Он же нам будет служить и декоративным элементом, тогда, когда там не будет рассада. Летом у меня там будут находиться суккуленты. Зимой это просто будет домик пустой. Он полностью деревянный. Все придумывал, еще раз повторюсь, мой муж и делал он тоже сам. Находится он вот возле калитки прямо. Люди зашли и попадают туда. Но полностью декоративные элементы еще не доделаны. Я тут как бы придумала. Даже не я придумала, а муж придумал по типу французских окон. С этой стороны еще деревянным декором он отделывается. Хотели мы сначала поставить стеклянные окна. Но так как в бюджет мы не укладывались, пока мы закрыли поликарбонатом. Меня полностью все устраивает. Может быть так и оставим, может быть и минимум на стекло. Это пока суть не важно. Главную свою функцию он выполняет. Вот у нас прямо этот вход и сразу же этот домик. А летом, конечно, я его украшу и с цветами. Будут горшки анапольные, натисные, всякие разные. Ну вот, попадаем мы вовнутрь. И здесь у меня уже стоит моя рассада. А муж сделал вот такие вот полки. Они же треугольные по типу уменьшения размера. Снизу пошире, сверху поуже. Пол у нас утепленный, поэтому рассаду можно поставить прямо на пол. Там ничего не дует. Все очень герметично. Вот так вот расположены полочки. Но здесь, конечно же, у меня просто выставочные экземпляры находятся. Заезжали мы в эту тепличку в апреле месяце. Где-то в середине, наверное, апреля. И, конечно же, она у нас обогревалась. Обогревалась вот такой дизельным обогревателем. Уходит очень мало топлива, потому что она герметичная. Вот сверху у нас закрыт поликарбонат, желтый. И над потолком у меня висят светильники. Потому что иногда мне приходится работать здесь вечером, что-то делать. Поэтому я себе попросила поставить светильники. Здесь у меня рабочий стол. Конечно же, нижние полки все с коробками. Потому что в основном покупатели приезжают все просто так. Думают, что все должно быть упаковано. Изнутри, кстати, у меня здесь крючок. Стоит датчик температуры на окошке. Дома я могу контролировать температуру в теплице. Ну, когда были морозы, например, ночью можно встать и посмотреть. Или вечером, сколько же здесь все-таки температура. Чтобы не бегать и не переживать. В общем, мне все устраивает. Все нравится. Все довольны. И в следующем году уже не нужно будет строить. Ну, вот мои охранники со мной. Как всегда, всегда рядом, всегда вместе. На этом мы будем с вами заканчивать видео. Увидимся, надеюсь, в следующем видео очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok